Сегодняшний доклад «Качество жизни пациентов с опухолевым поражением костей таза», который я представлю, является результатом длительной работы нашего большого исследования, которое выполнено коллективом авторов Санкт-Петербургского университета. Это заведующая кафедры медицинской психологии и психофизиологии Ольга Юрьевна Щелкова. Заведующий отделением онкоортопедии Центра Блохина Евгений Александрович Сушенцов и научный сотрудник того же Центра Денис Игоревич Сафронов. И, соответственно, наша мультидисциплинарная команда позволила осуществить тот комплексный подход, в результате которого мы можем говорить о тех результатах, которые у нас есть на данный момент. И в первую очередь я хочу сказать о том, что первичные злокачественные опухоли костей это достаточно редкая клиническая патология. И в России заболеваемость первичными злокачественными опухолями костей составляет 1,03 случая на 100 тысяч населения. И это соответствует данным по заболеваемости в других странах. И также хочу сказать, что в России ежегодно диагностируется около 1700 новых случаев сарком костей и около 300-500 сарком мягких тканей. И 10-15% сарком костей локализуются в костях таза. Дело в том, что раньше данная категория пациентов была обречена на инвалидизирующее лечение. И в связи с развитием технологий, с развитием медицины и науки стало возможно выполнение органосокранных и функциональных операций. И почему это особенно важно? Потому что в 70% случаев пациенты с опухолевым поражением костей таза это трудоспособный контингент пациентов. И таким образом, сохраняя функциональный статус данных больных, мы делаем возможную реабилитацию наиболее результативную и, соответственно, возвращение к полноценной трудовой деятельности. И в связи с этим в лечении данных больных требуется мультидисциплинарный подход. В наше исследование было включено 24 пациента, 15 мужчин, 9 женщин и средний возраст составил 42 года. Также представлено морфологическое распределение по типам опухоли. И, соответственно, диагнозы это хондросаркома, остасаркома, это метастаз рака почки, преаморфная саркома, парастальная остасаркома, гигантоклеточная опухоль, соответственно, фиброма и фиброзная дисплазия. И я хочу здесь сказать о том, что операции выполнялись в некотором случае в два этапа, в некотором случае реконструкция выполнялась после первого этапа, иногда это выполнялось комплексно. И, соответственно, в связи с этим тоже есть распределение по группам. И я хотела бы представить вот тот инструментарий, который у нас есть. На предоперационном этапе мы, соответственно, даем пациентам эти инструменты, чтобы определить качество жизни, функциональную оценку. И также мы определяем онкологический прогноз. И в рамках оценивания психологического статуса пациента участвуют вот эти методики. Соответственно, что происходит на предоперационном планировании? Это индивидуальные протезы таза, которые учитывают непосредственно строение таза у конкретного пациента. Определяются радикальные края резекции будущей операции. В связи с этим изготавливается индивидуальный имплант, который будет впоследствии установлен этому пациенту. Вот в правом нижнем углу демонстрируется, как непосредственно это происходит. Соответственно, также, как видно, выделено цветом. Объем бывает очень разный. Это операции и с нарушением целостности тазового кольца и дальнейшей реконструкции. Также в ряде случаев это какая-то часть. Ну и, соответственно, дальнейший этап – это производство импланта и операционных шамблонов методом 3D-принтинга. Это новейшие технологии, которые сейчас внедряются в нашем центре одними из первых. Соответственно, вот как это выглядит по факту, что мы получаем. Вот на этих картинках совершенно становится ясно, что раньше такой объем операций был невозможен. И в связи с этим функциональный результат лечения, как правило, это была калечащая операция, это была ампутация достаточно высокая. Это обрекало пациента на совершенно другое качество жизни, чем пациенту, который прошел органосохранное лечение, и в связи с этим может восстановиться совершенно в другом объеме. Соответственно, в послеоперационном периоде все пациенты проходили курс медицинской и психологической реабилитации. На данных видео мы с вами можем видеть функциональный результат после данных операций. То есть функции пациентов сохранны на… В общем-то, можно сказать, что по сравнению с предоперационным периодом пациенты восстанавливаются практически полностью. Ну и, соответственно, те методы исследования и опросники качества жизни, которые мы использовали, это Quality of Life Questionary, это Европейская организация по исследованию и лечению рака с модулем Bone Metastasis, этот модуль валидизировали и опробировали на русский язык непосредственно мы, и, соответственно, на данный момент это является совершенно рабочим инструментом для исследования качества жизни в клинике опухолевого поражения костей. И, соответственно, мы можем сказать, что сейчас мы разработали, и на данный момент идет процесс валидизации нашего опросника исследования качества жизни пациентов непосредственно с опухолевым поражением костей таза. Этот опросник оценивает общее состояние здоровья, физическую активность, социальную активность, сексуальную активность, боль, утомление, эмоциональные аспекты, неврологические симптомы и сексуальные проблемы. Ну и, соответственно, результаты исследования качества жизни пациентов с помощью опросника QLQ мы смотрели, и, как видно, это результаты предоперационного периода. Мы можем видеть, что качество жизни пациентов серьезно страдает. В связи с локализацией опухоли в тазу снижается общее качество жизни, и также мы можем смотреть, что снижена физическая активность и ряд других функций. В связи с тем, что серьезный объем поражений и общий соматический статус страдает из-за данной патологии, также снижается качество жизни. Соответственно, задача вот того лечения хирургического эндопротезирования, о котором только что мы говорили, заключается в восстановлении функций на, в общем-то, сопоставимый уровень с уровнем здорового человека и с уровнем до болезни. Ну, также вот здесь данные модуля, которые также говорят о том, что психосоциальные аспекты также данных пациентов сильно страдают. Опять-таки, в связи с серьезными функциональными ограничениями, ограничениями активности предоперационными и болевым синдромом. И, соответственно, в обсуждении результатов я хотела бы сказать о том, что основные параметры качества жизни пациентов с опухолевым поражением костей свидетельствуют о значительном снижении общего состояния здоровья и о значительном снижении качества жизни по шкале психосоциальной аспекты. И, соответственно, в данный момент по экспериментальному опроснику идет набор данных для последующего анализа. И данные результаты говорят о том, что необходим мультидисциплинарный подход к данной группе больных, который позволит команде хирургов, анестезиологов, реаниматологов, врачей-реабилитологов и клинических психологов помочь пациентам вернуть то качество жизни, которое у них было до заболевания, вернуться к профессиональной деятельности и, в общем-то, к активной жизни и с максимальной сохранностью тех функций, которые были у пациентов до болезни. Ну и, соответственно, на следующем этапе исследования будут изучены основные параметры качества жизни. После операции поделюсь тем, что уже у нас получены первые результаты, и они говорят о том, что как функциональный результат, очень хороший, так и качество жизни пациентов быстро восстанавливается, достаточно и возвращается к очень высоким показателям. Это позволит нам в дальнейшем реализовать задачу динамического изучения основных характеристик функционального состояния, ограничений жизнедеятельности больных с опухолевым поражением костей таза в период до и после эндопротезирования и выстроить индивидуальную стратегию функциональной и психологической реабилитации больных. Спасибо за внимание.